День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. И снова доброе утро. Напоминаю, сегодня пятница, хотя я уверен, что напоминать об этом не нужно. Все дождались, дожили до этого дня и с нетерпением ожидают, когда же, когда же, наконец, официально начнутся. Выходные. Но мы помогаем скрасить вам эти часы хотя бы частично и продолжаем наше живое человеческое общение. В эфире Радио Болтком. Портал MixNews так вообще 24 на 7 публикует новости, самую актуальную информацию. И, как было анонсировано, сейчас поговорим о чем-нибудь, ну не о чем-нибудь, а вполне конкретном из сферы культуры. А начну я с новости, которая прилетела. Очередная новость из Британских островов. Знаменитейший певец Робби Уильямс, наконец, продал свой дом. Почему же, наконец, что за дом? Почему он так мечтал от него избавиться? Недвижимость, собственность находится в Олдшире. Стоимость была почти 7 миллионов фунтов, то есть примерно 8,5, почти 9 миллионов евро. Эта недвижимость была выставлена еще 12 лет назад на продажу, но музыканту никак не удалось найти нового владельца. Дело в том, что сам Робби приобрел этот особняк 18 века в 2009-м. В нем семь спален, большая территория с футбольным полем, теннисным кортом, вертолетной площадкой, гостевым домиком. Позже Уильямс признался, что покупка была импульсивной, но вскоре он пожалел о ней. Что же произошло? По словам звезды, его пугала энергетика в доме, особенно в одной из комнат, которая недолгое время была детской его дочке Тедди. По мнению музыканта, здесь некогда произошло какое-то трагическое событие. Он почти был уверен, что в замке водится привидение. Ну и вот, наконец, ему удалось сбагрить этот самый замок. Поздравляем Уильямса, его жену Айду и четверых их детей. Ну а также нового владельца. Надеемся, что он не напугается. Ну и от мира звезд всемирной, так сказать, эстрады переходим к нашему гостю. Тоже звезде. Звезде диджеингу с нами сегодня на прямой связи Богдан Таран. Доброе утро, Богдан. Привет. 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 С Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем, с новыми пластинками наверняка. Давай поговорим о том, что происходит в жизни диджеев, в мире диджеинга и так далее и тому подобное. Ну, например, сразу хочется спросить, ну, естественно, вот этот красивейший задник. Я надеюсь, наши зрители, а сейчас же 21 век, на дворе конвергентные СМИ, радио можно не только слушать, но и смотреть, и видят, что за тобой находятся буквально сотни, сотни, сотни пластинок. Сколько вообще в твоей коллекции? В последний раз, когда я их пересчитывал, было примерно 4 тысячи. Ну и за все время, что я пластинки собираю, я больше ни от чего не избавлялся, ничего не продавал. Поэтому только-только добавляется время от времени некоторые винила. А сколько времени уходит на пересчет коллекции? И как часто ты это делаешь? И с каким чувством вот это богатство? Нет, знаешь, я их пересчитывал, когда у меня за все время, что я собираю пластинки, было два переезда. Ну, в общем, во время этих переездов пришлось каким-то образом их пересчитать. Но есть еще такой, может быть, известный слушателям портал, который называется discogs.com. Он, в общем, это такая общемировая база музыки, изданная на физических носителях, не только на физических, во всем мире. И у этой базы есть такое свое отдельное мобильное приложение, при помощи которого, если на пластинках есть штрих-код, можно отсканировать все, что у тебя есть в коллекции. Ну, в общем, таким образом я постепенно это начинаю делать, чтобы понимать вообще точное количество пластинок, до конца еще не дошел. Ну, и примерную стоимость, потому что этот дискокс, он работает еще и как маркетплейс, и поэтому можно примерно оценить, сколько коллекция стоит. Но, как я говорю, пока еще до конца не дошел, поэтому даже не могу сказать. А что заставляет приобретать новые пластинки? И есть ли предел вообще, ну, коллекции 4 тысячи? Это уже достаточно сложно себе представить, что, во-первых, в голове можно удержать все, чем ты обладаешь. А возникает вопрос, зачем всем этим обладать во время цифровых технологий? Не лучше ли ограничить, ну, чем-то действительно любимым? Ну, вот такие вопросы. Знаешь, это, как я рассказывал во время своих диджейских уроков по своим ученикам, студентам, что хороший диджей, он должен быть таким настоящим меломаном, который никогда не останавливается в полной своей коллекции, то есть все время быть жадным до музыки. И с пластинками дело такое, что совершенно, наверное, заметил сейчас, во время цифровой эпохи, и вот, например, что касается там радио-шоу, которое мы с моим партнером Максом Лобовым каждую неделю выпускаем, то, конечно, нам требуется постоянно новая музыка, чтобы играть в передачи, знакомить слушателей с новым материалом. И, как правило, мы используем именно цифровые носители, то есть играем там файлы, которые получаем в качестве промо или покупаем в онлайн-магазинах. Но последние, наверное, в прошлом десятилетии, ну и в начале этого наблюдается некий такой ренессанс винила именно на рынке электронной танцевальной музыки. И появилось очень много звукозаписывающих компаний, которые работают исключительно в виниловом режиме, то есть они выпускают только пластинки, не делают параллельно цифровые копии, то есть не продают их где-то на бит-порте или трек-сорте. И, соответственно, например, если что-то очень понравилось и хочется это сыграть, то приходится покупать пластинки. И еще к тому же я в 90-е не успел, например, купить какие-то релизы, которые выходили тогда. И поскольку диджей тогда играли только с пластинок, то было так, что вот вышел тираж, если его раскупили, ну потом либо искать где-то с рук покупать, еще каким-то образом. Ну вот я периодически докупаю что-то из того времени, из своей эпохи, тем более что музыка как хаос-музыка, так и техно-музыка 90-х сейчас звучит очень актуально и довольно свежо. А самая именно свежо звучащая музыка на данный момент это какая? Ну, опять же, по ритмам, по мелодике можно предположить, что там 80-е возвращаются, 90-е возвращаются с точки зрения профессионала, точнее, с точки зрения уха профессионала. Ну, знаешь, это тоже, опять же, зависит от жанра музыки, потому что, понятно, если мы возьмем, скажем, радиостанции и их формат, да, там есть contemporary, hit radio или что какие-то, то с этим более-менее все ясно, но если мы говорим о диджейинге, то диджей играют в каких-то своих любимых определенных жанрах, ну, и понятно, что, например, если какой-то артист выступает в жанре драм-н-бейс, то вряд ли он, наверное, будет играть хаос или техно, а это просто два жанра, которые очень сильно отличаются по ритмическому рисунку, по, да, ритмическому паттерну, который используется в жанре. Ну, в хаосе одна из тенденций, в общем, о которых я сказал, о том, что я постоянно слушаю миксы и радиошоу каких-то других известных иностранных диджеев и очень много замечаю, что практически в каждом сете и хаосовый, и техно-диджей вытаскивают какую-то классику 90-х. Ну, классика она сегодня называется, а играют они очень часто записи, которые в то время не стали, ну, какими-то своими хитами в своем жанре, в своем управлении, и от этого звучат свежо, но и звучат они свежо еще потому, что сейчас, опять же, среди продюсеров стало актуальным использование, скажем, каких-то синтезаторов и тембров, которые появлялись и которые использовались, например, опять же, в те же самые 90-е. Я давно хотел задать вопрос, и вот, наконец-то, удобный случай, профессионал, человек с совершенно бешеным опытом. Скажи, пожалуйста, диджейнг, это больше про романтику, про что-то красивое, или это прямо математика, помноженная на биологию, и в основе все равно цифры, ну, там дисков было сколько, 120 ударов в минуту, сейчас 128 и так далее. То есть воздействие музыки чисто биологическое происходит? Несомненно, конечно, то есть... А ты рассчитываешь, ну, вот играя сет, ты как-то выстраиваешь, чисто математически, вот, увеличивая именно количество битов, понимая, как это отразится на восприятии, соответственно, на теле, на движении, на поведении присутствующих или слушающих? Ну, не, не, ну, так чисто математически, как ты говоришь, нет, конечно. Может быть, конечно, люди, которые углубленно занимаются математикой, интересуются, да, то есть, может быть, они могут рассчитывать, но... Я, конечно, понимаю, я осознаю, что музыка и какой-то определенный ритм, он действует на биологическом уровне, на тело человека, здесь, наверное, даже больше речь о том, что... Известно, что вечеринки и, скажем, клубы, и электронную музыку ее слушают довольно громко, для того, чтобы бит равномерный, да, который повторяется через определенный равный промежуток времени, он воздействует не только на слух, но еще и на тело, ну, и поэтому эта громкая звуковая система должна быть качественной, и у нее должен быть такой плотный, упругий бас, который ощущается, как я говорю, не только в ушами, но еще и телом, например, диафрагмой. И это позволяет почувствовать ритм, пульс и саму, в общем, электронную музыку, тело электронной музыки еще ощутить и своим собственным телом. Ну, и, то есть, вот таким образом получается, да, сочетание физического и эмоционального восприятия электронной музыки. Так что в каком-то смысле оно эмоционально-биологическое, да. А как долго будет востребован человек в качестве музыканта? Я сейчас говорю, конечно же, о развитии искусственного интеллекта, который пишет не только электронную музыку, но и вполне себе симфоническую уже. Сложно сказать, потому что развитие искусственного интеллекта, ну, я, видишь, наукой углубленной не занимаюсь, поэтому мне сложно сказать, насколько искусственный интеллект сможет составить конкуренцию человеку. Но мне все же кажется, несмотря на какую-то определенную математичность там того же процесса диджейнга, да, когда актист должен, ну, понимать строение, там, структуру трека, ритм его, естественно, и так далее, эта эмоциональная часть, она никуда не пропадает. И понятно, что диджей, он не должен быть, там, CD-ченджером или сменщиком файлов или пластинок. Он, естественно, реагирует на ситуацию, которая происходит на танцполе. То есть эмоционально реагирует на и пытается понять и почувствовать состояние людей танцующих и понять, что они хотели бы, по его мнению, в данный момент услышать, как воздействовать их на эмоции, как поменять их на настроение. Если искусственный интеллект окажется настолько интеллектуальным и эмоциональным, что он сможет еще так же, как человек пытается почувствовать настроение других людей, и тогда опасность есть. Но пока, мне кажется, искусственный интеллект до этого не дошел. Ну, пока искусственный интеллект не научится писать музыку, например, сравнимую с Джорджем Мородером, в общем-то, человечество еще не пропало. Ты упомянул школу диджейинга. Очень интересно, кто занимается и насколько это сейчас востребовано. Раньше, не знаю, мальчишки во дворе учились брать три аккорда. Как происходит сейчас? Основная группа – это тоже молодежь, или есть люди постарше, может быть, предпенсионного возраста? Знаешь, самое интересное, что возраст учеников очень разный. То есть есть и какие-то старшеклассники, и люди, которым 38, и 40 лет, и даже больше, мне кажется. И часть из них, например, слушала мои радиопередачи когда-то, которые начинались в 98 году. Молодежь меньше знает меня, ну, как, скажем, радиоведущего с тех времен. Но тоже интересуется диджейингом. И пока не наступила пандемия, пока были открыты клубы, это же вообще профессия диджея была. Ну, я думаю, в какой-то степени, в частности, остается еще одной из таких, наверное, самых желаемых профессий среди молодежи. Профессия сложная, конечно, да. Но это именно профессия? Этим можно заработать достаточно денег или это больше хорда? Я об этом и говорю. И она, наверное, скорее больше как призвание, чем как профессия, особенно в сегодняшние дни. Ну, это примерно так же, как с людьми, которые идут поступать в какие-то театральные киношные вузы и мечтают о карьере актера, о всемирной славе, о красных дорожках, об оскарах, полные полки уставленных и так далее. Но реалии жизни, они совершенно другие. Что касается диджеев, насколько можно себя найти и где? В каком-то клубе или играть частные сеты, пристроиться где-то на радио? Какой вот путь дальше развития у человека, который прошел, скажем, у тебя занятия, закончил твою школу? Ну, ты совершенно верно назвал вот эти несколько путей, да, куда можно пойти, каким образом можно себя реализовать. И если говорить, опять же, о моем опыте, то когда я начинал, я не был исключительно, скажем, диджеем, который выступает в клубах или на вечеринках, то есть у меня уже была занятость на радио, я параллельно занимался журналистикой, то есть писал о музыке и так далее. Ну, и, в принципе, сегодня так и продолжается, что, в общем, вся моя деятельность, она есть вокруг музыки, она связана с музыкой, но это не ограничивается исключительно диджеингом. То есть это может быть и радио, и, как я уже упомянул, журналистика, и звукозаписывающая компания, и сочинение собственной музыки. Потому что, ну, конечно, если посмотреть, то чисто исключительно диджеингом сегодня заработать себе на жизнь очень сложно. И, ну, скорее всего, это занятие, оно хоть, с одной стороны, и может быть расценено как профессия, но, наверное, оно больше для большинства людей будет как хобби. Ну, если мы берем профессию, как род за ней, те, которые приносят заработок, то в этом смысле диджеинг, наверное, скорее как хобби. Ну, и я думаю, что от этого тоже очень сильно зависит, как человек, который выбрал заниматься музыкой, как он преуспеет, если он воспринимает это как способ зарабатывания денег, то это не совсем верный путь, потому что, как я же тоже в начале разговора сказал, диджей, он должен быть таким очень увлеченным меломаном, жадным до музыки, и музыка, в общем, должна быть на первом месте, а не коммерция. Говоря о музыке, которая на первом месте, у нас, к сожалению, эфирное время неумолимо подходит к завершению, но хочется успеть что-то проанонсировать, что-то интересное, что произойдет вокруг нас в ближайшее время, какой-то, не знаю, фестиваль, выступление, события. Ну, ты знаешь, в Латвии с этим сложно, как, в общем, и в части стран Европы, из-за всем известной пандемии ковида, в которой мы живем. В Латвии вообще развлекательные мероприятия запрещены, да, и я вот специально готовясь к сегодняшнему эфиру. Вчера немножко посмотрел то, что происходит в городе, и на сегодняшний день у нас в Латвии разрешены только культурные мероприятия, условно говоря, мероприятия с рассадкой, за столиками, с дистанцией между ними, и в шахтопорядке, если там говорить о каком-то кино или театре. А вот я посмотрел, что работают некоторые бары, в которых все-таки играют диджеи. Вот то, что я увидел, это, значит, бар, такой диагональ, который находится наискосок от Канипэскултурус-центра, пока в... Ну, куда, собственно, они и переехали. Ох, как не вовремя. Да-да-да, как не вовремя у нас связь прерывается. В общем, новое пристанище, временное Канипэскултурус-центр, ты имеешь в виду? Ай, ну, в самом деле, под самый подзанавес связь нас подводит. Богдан, не знаю, слышишь, не слышишь, видишь, не видишь, я буду с тобой прощаться. Большое спасибо, что нашел время и вышел в эфир. Поздравляю с Новым годом. Сегодня, кстати, опять Новый год, старый, пользуюсь случаем. Мои поздравления. Пускай он будет у тебя успешный и много интересных мероприятий. Пусть, наконец-то, отменят ограничения. Ну, а пока они действуют, ну, вот, пользуемся рекомендацией Богдана. Зайдем, например, в это заведение. Либо научимся сами ставить музыку и сами себя развлекать. Богдан, еще раз большое спасибо. Хорошего дня. Пока утро, значит, на балкоме заканчивается, танцуют все, а в том числе потому, что после непродолжительной паузы вместе с новостями «Климат-контроль» с Константином Рангсом оставайтесь с нами.